Банят по кд янговских персонажей и также еще и убрали наексы из этого уравнения, то есть мы скорее всего увидим какого-то лон-друида от... А, нет, не лон-друида. Кстати, все еще нету кора для Бернинга. Смотри, они не взяли себе к первым корам. Да, я бы вот задумался на месте IG на тему своего оффлейнера, то есть у них есть лардер, но мне кажется в данной ситуации очень неплохим решением было бы сместить его на четвертую позицию, так как это неплохой сабр четвертой позиции. Варлок справится с задачей пятерки, а взять какого-нибудь Акса. Даже не какого-нибудь, а весьма конкретного Акса, потому что Акс против Легионки это очень хороший персонаж. И даже если там игра затянется, у нее будет много урона, Акс решает, как правило, этот вопрос очень и очень хорошо. Но все еще непонятно, что планирует Вичи Гейминг. У них пока что такой сетап, с которым вот как раз-таки IG не зайти на рампу, но мы знаем, что IG обычно с этим проблем не испытывают, потому что обычно на рампу заходят к ним. Если взять Котла и Легионку, это два отличных спама, но все еще непонятен их план на игру. То есть это выглядит как какая-то заготовка, как вот тогда с Мипо. Да, но мы помним, что закончилась заготовка с Мипо, то есть они просто-напросто не смогли его реализовать. Так вот, на квалификациях Вичи Гейминг не использовали Легион Коммандер, а за последние три месяца пикали его два раза. И оба раза они выиграли. А кто играл на игру? Сейчас пытаюсь найти, кто же на нем катал. Пару секунд, это займет. Ну вообще, в принципе, как для Ори, так и для Янга я могу представить. А, они использовали его на открытых квалах, я так понимаю. Судя по тому, что я вижу. Это интересно. То есть они буквально недавно уже протестировали на открытых квалах этого персонажа и собираются его сейчас использовать. В свою очередь могу разве что отметить, что так как даже самый обычный диспл хорошо работает против Варлока, все его сплы диспелятся, имею в виду Банды и Shadow World, то, естественно, пресс за атаку Легион Коммандер, являясь сильным диспелом, диспелят его так же. Вот он Лон. Ну, я уже говорил, да, если не Найкс, то Бернинг берет все Лон Друида. Дефолтное совершенно состояние. Слишком очевидно, тем более под Слардера здесь. Виктус Гейминг не думает об очевидности, мы уже с тобой говорили. Да, они пикают одинаковые совершенно персонажи и не напрягаются по поводу того, что их там законтрят, потому что, извините меня, они столько раз брали этого Найкса на первый пик, что не пересчитать. И ясное дело, что любая команда может адаптироваться, но это еще не означает, что вы выиграли игру. Виктус Гейминг понимает, что они просто свою смогут протащить, то есть они смогут привнести свой темп, который они обычно выбирают очень-очень медленно. Им не важно, что набирает противник, им важно только то, что есть у них. И они не пытаются, вот типа там, как Вичи Гейминг, Мипа, Легионки, какие-то новые идеи. Парни с Виктус Гейминг играли на Лондроиде, они продолжают играть на Лондроиде Найксе. Для Бернинга это два персонажа. Они продолжают пик из Слордара по кулдауну, но со Слордаром это не что-то новое. Варлок у них также использовался постоянно на групповой стадии, они его брали около шести раз. Террор Блейд, да Вичи Гейминг в ответ. Под этого Террора пока что ничего такого нету, то есть Аура Вингейт хорошо, это замечательно. Кстати, ДДС наконец-таки с Вингой. Это уже его получается чуть ли не десятая карта на этом персонаже на протяжении квалификации к мейджору. Так, ну, есть Террор Блейд, Легионка и Винга. Может быть это будут использовать как баф Террор Блейда, то есть там пресс за атак, Аура Винги и Террор Блейд уничтожает. Тем более, что здесь вот как раз-таки у Айджи есть проблемы с тем, что нет у них такого откуша. В перспективе Лон Руид с Террор Блейдом не испытывает особых проблем, так как он собирает себе Мьёльнир практически всегда, это магия и плюс это контр-иллюзия. Ну и радиус атаки Лон Руида он также позволяет бороться с ТБ. Мне кажется, Сен Виктусу нужно брать какого-то жесткого от пушера, потому что то, что будет твориться с их лайнами и с тем, как Террор Блейд будет забивать товара до смерти с метаморфозы, то есть он просто соберет себе Драгон Лэнс, у него будет рейнджа атаки, произойдет так, как ты сказал, плюс Веншфилл Спирита Аура, плюс Киперов Залайт, который в любой момент его подхилит, и все его иллюзии в том числе подхилят. С Аганимом он будет хилить все его иллюзии сверху, и если Террор Блейд соберет себе нужные артефакты на жир и на дэмэдж, то на этом все и закончится. То есть я не вижу, как Инвиктус Геймин будет спасаться от этого. То есть им придется в таком случае инициировать. А мы все прекрасно знаем то, что Аджи не любит этим заниматься, они любят просто стоять, отпушивать и заставлять противника входить в не очень удобную позиционку. А здесь же будет что-то другое. Здесь будет просто стоять Вичи Гейминг издалека и настреливать. В принципе, такая же примерно тактика у Инвиктус Гейминг. Клоун Друид стоит за очень-очень большой рейнджой и заставляет оппонента выйти на него, а у него есть контр-инициация в виде Слардара и Сенкинга. И замечу я, что очень интересно, что Слардар снова у нас на четвертой позиции. Иксексесу отдадут СК, на котором он очень-очень долгое время играл. Около где-то шести карт на протяжении этих квалификаций он исполнял, и у него достаточно высокий рейндж. И перспирит в бане. Плюс Сенкинг очень неплохо справляется с ТБ на линии. Как мы сегодня уже видели, это в первом матче Вичи Гейминг против CDC, где Сенкинг, когда оставляют его одного, он может даже убить ТБ. Умнинает в бане, остается последний пик. Это соло-мид-герой для команды Вичи Гейминг. Разве что команда IG думает, что это будет соло-мид-легионка. И они забирают Шторма. В качестве мобильного героя внезапно оказывается, что Шторма абсолютно нечем здесь ловить. Есть дуэль. Ну, есть дуэль, ладно. Станом Винги ловить очень тяжело. Свапом тоже. В принципе, только вот один контроль и добирают Бэтрайдера. Второй контроль. И это middle legend commander и Бэтрайдер хард, скорее всего. Ну, IG полностью прочитали то, что это будет именно соло-мид-легионка. С другой стороны, как они это предполагали, да. Они просто взяли и подумали, что это физически возможно. Я думаю, что они понимают примерно, как должна строиться игра. То есть здесь явно не хватало какого-то контроля. Ну, ты можешь и мидера контролить. Либо оффлейнера. Ну, да. То есть Янг играл на протяжении всех двух карт из тех, что за три месяца играли Вичи Гейминг на Legion Commander. И, в принципе, можно было предположить, что она харда, как мы, в общем-то, сделали еще в первую фазу пиков. Бэтрайдер, да, логично. Здесь нужно реально было очень много контроля на Шторм Спирита. При этом саппортов, слотадных саппортов уже не было. Кстати, еще не факт, что кто куда пойдет. Потому что Бэтрайдер может пойти в мид. Но вопрос только в том, от кого больше будет терпеть сейчас Шторм Спирит. Потому что ему будет очень сложно. В самом начале его нужно усилять саппортами. Наверное, Шторм Спириту будет тяжелее против Бэтрайдера. Но все-таки Легионка как бы подходит постоянно вплотную, бьет Бэтрайдер все-таки рейндж. Плюс сам Шторм достаточно близко стоит. И можно его помазать. Так, ну вот сейчас мы и узнаем. Просто тут такой еще момент. Янг на Бэтрайдере. Янг на Бэтрайдере. Это хардлейновый Бэтрайдер и Legion Commander от Ori. Как мы и догадались уже по окончании этого пика. Что касается, кстати, вообще этих двух персонажей. Они оба очень гибкие с точки зрения лейнинга. В любой момент, когда у Бэтрайдера или у Legion Commander будут проблемы на линии, они всегда могут уйти в леса. И не напрягаться по этому поводу. Потому что один и другой персонаж очень эффективно это делают. Да, Легионка вообще там фармит великолепно. Но вообще мне очень страшно за будущее. Наверное, больше Invictus Gaming. Но они играют на очень и очень удобных для них персонажах. То есть на тех, на которых они привыкли, не считая OP. Его Шторм Спирита мы еще не видели. Кстати, сейчас посмотрю, сколько раз его пикали ему. Стандартный мидер для OP. То есть мобильный. Я думаю, что... Он постоянно на Ember Spirit и SF играет. Поэтому немножко другой подход. Ну и давайте смотреть. Пока что Invictus Gaming занимают позицию во вражеском лесу. Хотят отжать баунти руну. Здесь Янг на легкой линии. Собираются вот так вот действовать вичи. Они собираются поставить на легкую линию Бэтрайдера. А снизу давить трипл линии Террор Блейд, Винга и Котел. Достаточно сильная трипла. Особенно против Лондруиды, который вначале не имеет вот этого радиуса и урона. Но у Лондруиды зато есть Мишка, который там будет подтанковывать. Да, мы видим, что Бернинг пока что один на линии. Забрали три баунти руны на IG. Но это жертва, которую принесли сейчас вичи гейминг. Ну и давайте смотреть. Здесь очень многое зависит от того, как на верхней линии IG смогут поддавить. Учитывая, что там они два против одного играют. И, конечно же, от мидера. А снизу им остается только терпеть. Никаких шансов там нету. Выиграть линию. Если, конечно, каких-то чудовищных ошибок не сделают. Так, ну и что у нас тут? Ну, я говорил уже, терпеть будет, конечно, немножко Шторм Спирит. Там ботами Бернинг получает волну себе от котла. И агрессивная трепла. Бернинга постоянно пытаются заткнуть. Вич и гейминг прекрасно понимают то, что... Ну, они на протяжении первого беста в три вчера тем же самым занимались. Мы помним, они вынудили на Экса покупать себе Мидас, потому что у него не было фарма вообще. И, честно говоря, соло, варлок не самый лучший саппорт здесь для Бернинга. Ну, как минимум, я имею в виду, то, что он стоит один. Неплохо было бы добавить туда кого-нибудь. То же самое, селедка может прийти. Они хотят Бэтрайдера напрячь сначала, чтобы он получил... Ну, что Сэн Кинг получил преимущество, но Сэн Кинг умирает тем временем на верхней линии. Бобока вообще бесполезен. То есть он мало того, что ботам не помогает, так еще и топ сейчас отдал. Это критическое. Когда у тебя два героя против одного, еще и забирают сейчас варлока. Ну, на нижней линии здесь вполне закономерно. Три героя против двух, тем более настолько сильные с метаморфозой Террор Блейд. А вот сверху то, что Дабла умирает, мы причем видели буквально пару дней назад, что Сэн Кинг может также Бэтрайдера на этой линии убивать. У нас была аналогичная ситуация, когда Сэн Кинг там пошел, забрал Бэтрайдера, потом еще Вивера накоцал и убил. Но здесь ситуация совершенно противоположная. Причем Сэн Кинг знал, что он идет против Солуба Террайдера. У него отличный закуп, у него есть стики, у него есть Пурман Шилд. И все равно Янг здесь оформляет ферстблат. Игра очень сильно подвисает сейчас для Invictus Gaming. Вот с такими вот раскладами. Выход на мид от Венги. Замечу то, что Шторма всего два раза Айджей брали за последние три месяца. И это, конечно, не самый приятный для ОПИ персонаж. Ну, то есть, может быть, он, конечно, его где-нибудь тренировал в паблике, но это совершенно другое. То есть, опыта выступления на этом персонаже у него не так много в официалках. Так, забирает Винга Хасту. Борокс перетягивается, он же Бабока, на центральную линию против Легионки. Кстати, как раз-таки вчера Шторма, помнишь, от Айджи против Вича Гейминг, то же самое сражение. То есть, там точно такой же Сен Кинг, точно такой же Шторм Спирит, только вместо Лон Друида идет Найкс и еще Котел, которого забрали Вича Гейминг себе. А, ну... В той самой схватке против магического дэмэджа Вича Гейминг. Ну, там такая была уникальная... Там, то есть, не сказать, чтобы опи хорошо играл. Помнишь, он очень и очень слабый старт сделал, и в конце концов, в мидгейме они полностью проиграли, и только за счет того, что стояли на ХГ, отбивались миллиард раз, в конце концов, опи получил хоть какие-то артефакты. Из него там не было раннего Бластона Окида, и к моменту, когда у него этот Окид появился, он совершенно был бесполезен, потому что у противника уже были артефакты для того, чтобы его законтрить. Так, можно посмотреть на крипстаты. На центральной линии Шторм с Легионом стоят наравне. Лон Друид, Бёрнинг, красавчик. Он имеет отличный крипстат на такой тяжелой линии, и сверху Сенкинг, несмотря на то, что Бетрайдер его забрал, все-таки потихоньку выравнивает ситуацию. Ну, то есть, в принципе, не все так плохо. Нету какой-то тенденции, что... Самое главное то, что нижняя линия каким-то чудным образом для Инвиктус Гейминг стоит хорошо. Но это, наверное, из-за того, что... Ну, как хорошо, убили Варлока, как бы, не самое лучшее, что могло произойти с ними. Да Бёрнинг фармят. Да-да, это важно. Смерть Варлока, это вообще на нее там... Посмотреть, Чвайм заходит сейчас на мидл, попробует уничтожить здесь СОП. Опять же, нельзя давать разгоняться Шторму. Все это прекрасно понимают. А нечем пока убить, потому что Легионка не может его с помощью нюк своего хорошо продамажить, так как он стоит один. Но и дуэли тоже нет. Ну, отцы сейчас добавили в последнем патче, они реально очень сильные. В общем-то, по этой причине Легионка так хорошо стоит мидл. Это третий левел отцев. Это достаточно больно вместе с крипами. Сейчас подойдут, сейчас дадут стрелы. Хотя нет, уже не дадут, потому что Чвайм уходит на собственную половину. Ну, дает, но видишь, как-то все равно. Все-таки... Да, рейндроп, рейндроп нам показывают. Да, с рейндропом, конечно. Ну, тем не менее, не сказать, что там какой-то овердэмэдж. У Шторма много армора. Шторм не такой уж хлипкий эндовик. В отличие от многих... Ну, мало того, он себе капли купил. Да, вот рейндроп. Капли это топ. Рейндроп здесь будет спасать его. Тем временем, выход на энда и энд погиб. А что здесь делают один? Я имею в виду, его лишили саппортов. Да, и Чвайм ушел на мидл. Что там еще? Котел тоже куда-то побежал там чем-то заниматься своим делом. А Террбейд такое ощущение, что он не в гостях, а дома. Да, он на чужой линии. Это все-таки харда для него. Но он уходит сейчас на топ. Я практически уверен, что он перетянется. Он больше не придет сюда. Да, вот он уходит. Лиса подфармить, в принципе, уже можно. Но можно гнать уже Бэтрайдера с линии. Потому что... Ну или с другой стороны дать Бэтрайдеру быстрый блинк. Как мы помним, то же самое происходило, когда был пик с Урсой. С Ордару дали очень-очень много пространства. Он просто-напросто взял, зафармил ту линию, получил оттуда быстрый блинк-даггер. И дальше уже неважно было, есть фарм у Урсы или нет. Она просто может снова болить вместе со своей командой. Так. Ори. Очень много станов залетает. И... Ну, неизвестно, что с Ори будет. Скорее всего, конечно, тут прикончат. Особенно если брать то, что скоро откатится стана Сордара, но он даже не понадобился. Лиджин Коммандер все равно не уходит. 23 секунды приведет в таверне. И совершенно непонятно, зачем она вообще туда шла. Потому что стана Твинги вместе с минус армором это далеко не самая лучшая вещь, которая у тебя есть для того, чтобы убить хоть кого-то. Но они не думали, что здесь есть Сордар рядом. Попытались, может быть, размять и задуэлить. Но, как мы видим, Шторм без шансов пока что. Вообще, у Шторма отличная ситуация. Бэтрайдер может его цеплять в начале, но, в принципе, здесь не сказать, что прям масса контроля. И плюс у Шторма отличное начало. Ну и плюс он персонаж, на котором линка хорошо заходит. И он ее будет собирать, ясное дело. Собираешь линку, и действительно, проблем у тебя становится меньше. Тут и все станы, и все инициации точечные. Проблема в том, что нечем сбивать эту линку, потому что нет никакого спамящего скилла типа фантомки таргетного. То есть, Котел, Монолик можно использовать. Бэтрайдер ничем не может, кроме как Лассо. Ну, только если Форстафом сбивать. Венш Фулл Спирит имеет ужасный совершенно рейндж стана. Только, то есть, тратить получается свап. Потом Лиджин Командер ничем не может сбить. И, соответственно, Террор Блейд в принципе не имеет таргетных скиллов, не считая тоже ульты. То есть, получается, что-то серьезное нужно будет тратить для того, чтобы сбивать линку. Либо какие-то айтемы покупать. Заходит на верхнюю линию. Здесь Легион Командер с двойным уроном. Также Энд, который готов подпушивать. Ментаморфозу не прижимает. А чем будут отвечать СИГ сейчас? Есть рядом Сент Кинг. У него все еще нету шестого лвла, поэтому не будет эпицентра. Рядом еще находится Варлок. Боб Ока тоже пришел. Но это два саппорта плюс Харлайнер. То есть, коров ни одного. Демеджа мало. Контроль есть. Но что выдавать по вопросу именно дамаги туда, внутрь этих станов? Ну, это пока что не очень хороший размин, потому что Медведь там, по-моему, даже побольше вышку поломал на нижней линии, чем здесь несколько героев. Да, вот он тут забегает за котлом. Ну, не побольше точно поломал, но... Не побольше, да, действительно. Там просто DDC, а DDC на котле. А котел, ясное дело, очень хорошо снимает эти линии. Находят Бэтрайдера. Янг заканчивает с Firefly. Мне кажется, это Бэтрайдера... Да, это его нашли. Я думал, ты сказал, что Бэтрайдер нашел кого-то. Но нет, это было. Нет, нет. Это до свидания, Янг. Еще OP прилетел себе на ассист. Ну, вот зачем? Ты отбираешь просто лишнюю голду своих тиммейтов за ассист. Я не знаю, получил он. Покажите FATLK, пожалуйста. Нет, не успел. Он ничего не закинул, поэтому ему... На всякий случай, мало ли, там Бэтрайдер включит, не знаю, что-нибудь и улетит. Что он там может включить? Просто, на самом деле, у китайцев есть такая тема. Это, опять же, одна из традиций китайской доты. Они зачастую стараются вкинуть вообще, если они хотят убить человека, героя, все в героя, чтобы никаким образом он не подсевился. Иногда это очень правильное решение. Соглашусь с тобой. Ну, пока равная игра. Я бы даже сказал, что чуть-чуть Invictus Gaming побольше имеют. Можно нам на Творце, пожалуйста? Спасибо. Лидлинг Командер не то чтобы немножко меньше имеет, она очень немножко меньше имеет, я бы сказал так. Это 2 600, столько же фарма у Бэтрайдера из ее команды. 3 300 у OP. Очень хорошее начало. Также для Бернинга 4000. Он перепармливает своего визави в виде Трэверблейда на 600 голды, даже больше. И, честно говоря, это очень плохая ситуация для Вичи Гейминг. Мы помним то, что в предыдущем матче они просто взяли с самого начала определенное превосходство над противником и держали его до самого-самого конца. И это философия Вичи Гейминг. К свою очередь, АДЖ обычно не получают превосходство. Они пикают героев, которые хороши в обороне базы и так далее, и сами доводят до этого впоследствии. Да, я приятно удивлен. А если дать их сейчас ранее превосходство, то это же просто жесть. Вполне возможно, увидим третью карту, если так будет продолжаться, потому что все очень грустно. Я приятно удивлен, как развивается эта игра с точки зрения драфта и с точки зрения своей динамики. X-XS выходит, но Котла не догнать. Котл слишком быстрый герой. У него там наверняка еще есть дополнительные скорящие артефакты. Что там у Янга по будущим артефактам? Можно показать Бэтрайдера, пожалуйста? Вот он, блин. Ну, то есть совсем-совсем скоро. Бэтрайдеру сейчас просто надо уйти в леса и не умирать. Вообще не драться. Не надо драться. Собираться даться. Тавр можно отдать, но они хотят. Легион заходит сбоку. Шторм отступает. Да, Тавр придется отдать. Денай, денай. Надо прямо сейчас. Отлично. Хорошая работа. Ну, правильно сделали. Показали свои силы, что стянулись. Соответственно, противник отступил. Из денали Тавр. Лишили очень большого количества голды противника. Берлинг улетает на топ. Графики пока что в нуле. Ну, экспо немножко получается сейчас. Миксусы. Ну, и продолжит выфармливать свои арты. Здесь, конечно, из тех героев, которые постараются как-то за сноуболиться, получить преимущество, убивать соперника, это Шторм Спирит и Легион Коммандер. Шторм Спирит пока побольше денег, но если он будет выходить в Востон, Берлинг идет за ДДС. Дальше. Корни. Очень нужны корни, и корни проходят. Ну, а это фраг для Берлинга. Соло причем. Он забирает котла. Если он забирает котла, это значит, что можно подпушить эту линию. Некому будет отспамливать. Ну, и тем временем Энд вместе с Сори решили пропушить мидал, я так понимаю. Метаморфисис есть, вот вопрос. Нет. Нет, 24 секунды, но с другой стороны, в принципе, можно постоять немножко и подойти. Нет, решили все-таки не отпушивать тавар. Очень классные ворды от АДЖИ в лесу, в чужом. Они дадут возможность находить рерблейды или Легион Коммандер на фарме кемпов. Ну, такой, да, еще плюс будут. Он, на самом деле, не так сильно видит, но переходы видит между друг с другом. То есть, как только кто-то начнет стягиваться в сторону Тир-1 вышки на топе. Это, наверное, самое главное сейчас, учитывая, что ее подпушивают. Даже используют скан ВИЧ и гейминг для того, чтобы посмотреть, есть ли там какая-то засада. Это просто жесть. Они поставили вижен, они прожали скан. Все для того, чтобы сделать две тычки по тавару. Нет, скан прожали сами ВИЧ. Прошу прощения. То есть, они смотрели, есть ли там засада или нет. Ну, и на нижнюю линию у нас опять стягивается Слардер. Уже скоро у него появится Блинк Даггер. Наверняка. Супер медленная игра. Слушай, мы с тобой видели столько, такое количество фрагов за 12 минут? Ну да, я думаю, что было что-то подобное. А тем временем ВИЧ и гейминг у нас выходит, возможно, в смоках. И ответный смок от Инвиктус гейминг. У ВИЧ и гейминга чуть получишь позиция. Есть блинк на Бэтрайдере. Должен же быть блинк на Бэтрайдере. Да, он есть. Да, есть, есть. Вот сейчас именно поэтому они иницируют. Поэтому они прожали смок. Дефолтное совершенно действие. Но момент упущен. Надо инициировать инициатора. Вот она, инициация в инициатора. Все, правда, сделали. Ответная скала от Кью, Янг. Вместе с ХВМ могут погибнуть до свидания. Веншвул Спирит. Или ее не добьют. Да, добили. Контраинициация от Ори. Дуэль на ОП. Не дадут ему уйти. Очень много дэмэджа от Терраблейда. Еще и голема дадут. Ори получает слаб от Энда. Подсейвленный. Шикарнейшая работа от Керри Камадовича Гейминг. И Ори все-таки погибнет. Гейминг, как Бульдог в лучшие годы, копает. Заработали дополнительный урон Вич и Гейминг. Но потеряли двух персонажей. Несмотря на то, что первыми напали. Ну вот здесь, конечно, в Варлока нападать или в Сен Кинга тяжелый выбор. Потому что и так, и так ты получаешь стан в ответку. Ну, в итоге, в итоге разменялись поровну. Но Сен Кинг, согласись, опаснее будет. То есть, если брать, что у него и Бороу Страйк, и Эпицентр. А Варлок, ну, голем есть, да, окей. Но ничего страшного. Мало того, позиционку у Варлока далеко не взяла лучше. Потому что СХ ее может выбирать для себя с появлением Блиндаггера. Так, HYM. Есть свап, Бёрнинг, Сэвэдж Рор. Получает стан, Легионка возвращается. Такое ощущение, что Веншфул Спирит тоже получила Сэвэдж Рор, но она на самом деле просто бежала домой. Возможно, да. Возможно, напугался очень сильно, боялся, что там кто-то подойдет. Вот, Ментальный Сэвэдж Рор. Вот как это называется. Так, XXS. А у XXS, а что там с Блинком в будущем? 1500 голды у него. Тем временем у Сардара появляется Блиндаггер. Вообще, ситуация очень-очень страшная для Вичи Гейминг по вопросу позиционки. Да, у них появился Блиндаггер на Бэтрайдере. Ооо, под Ко, под Янга. Ну и вот сейчас тот самый момент, когда, если он отдается, он добавляет голды для СК. Да, он отдается, правда, ласхетирует. Да, ласхетирует его как раз-таки СК, и он получает себе баф по голде. Чем он там ядом каким-то добил? Шторм залетает в котла, тут же Овервелл Минодз. Коттл ставит Иллюминейт. Все, добежали до Шрайна, спасительное место. ТП сразу же от его тиммейтов. И до свидания с Лордар в погоне Атори. Дуэль сразу же в ОПИ, вполне возможно убьют еще контр-инициация Сенкинга. Отличнейший эпицентр сверху, прямиком в лицо Лиджин Командер. ХВМ тоже будет отдан. Вичи Гейминг трейдит 4 за 1 на собственном Шрайне. С лоу граунда IG наступали, однако какая же контр-инициация Сенкинга? Стан по двоим. И ничего не может сделать Вичи Гейминг с подобными вещами. Нужен был дэмэдж от Террор Блэйда, его не было. Классно отработали здесь Сенкинг и Слардар. Очень хорошо застанили. Вражеских героев. И как и в итоге, побеждают в этой драке. При том, что даже не было использовано Голема. Голем вот только сейчас откатит. Можно выходить на топ. Как никогда, хорошая ситуация у Инвиктус Гейминг. Есть все шансы наконец-то получить то самое долгожданное преимущество. Но мы видим, что Вичи Гейминг идут в контратаку. Нету... Нет, есть Голем. Нету эпицентра. Пытаются найти кого? Слардара. Так, Янг. Уже прожал Лассо, но не хватило времени. У Янга какой-то, я не знаю, пинг там... Нет, он нажал, прям было видно активное Лассо. Ну, чуть-чуть неудачно блинканулся. Просто уже второй раз вот так вот он немножечко медлит с врывом. И это стоит им фрага. Сейчас под пуш, но Слардар жив. Слардар может врываться. Слардар дает стан. Вышка потеряна. Свап на Слардара. Слардар погибает. Залетает Голем. HYM. HYM минус. Ну, еще последняя тычка. Залетает. Поменьшил спирит. До свидания. HYM. Бернинг получает уже стрик. Он стопа была. И энд. Все-таки находит этот свап на XXS. Боже, Сенкинг был очень-очень красиво врывался, но его стана не хватило, чтобы доконтролить Террор Блейд, чтобы он не свапнулся. Ну, стана-то хватило, просто постоянно входит вот этот овервелби нотс от Легионки. Ты имеешь пресс-атак? Пресс-атак, конечно, да, извиняюсь. Армлетт собирает Legion Commander первым артефактом. Не хватает явно позиционки для Вича Гейминг. Мы видим то, что у IG имеется А, Шторм Спирит, которому вообще плевать. Он может в любой момент Lightning Ball просто залететь. Да, он недоформленный, но все еще очень эффективный. Сенкинг вместе со Свардаром, Свардар четвертой позиции, выформили себе оба блинки на ранней стадии игры. А у Вичи Гейминг только один блинк от Бэтрайдера. И если их инициация не получается, то у Вичи Гейминг проблемы позиционки. Да, имеется Винга, которая подсвапает, поможет, но она в основе своей рассчитана на сейв, нежели на инициацию. И Легионке не хватает блинка очень-очень сильно. И она не будет его собирать. Она будет выходить в Армлетт. Потому что она тупо не выживает. Довольно прикольная фишка. Стаки, посмотри. Да, стаки здесь. Довольно прикольная фишка с Легионкой. То есть, если Даззл дает Грейв, допустим, ТБ, да, он живет 5 секунд, но его могут не выпустить из тана. Если ты даешь пресс за атаку, он моментально выходит из тана и тут же использует свап. Как мы видим, работает это великолепно. Это что-то типа Даззла или Оракла для Террор Блейда. Я с тобой согласен. Шикарнейший пик в этом вопросе. Но вопрос только в том, что если IG разгонится, то они этого Террор Блейда и двойного будут пробивать без особого напряга. Потому что у них есть минус армор. У них есть много дэмэджа от Бернинга, которые перепармили сейчас всю карту. Шторм Спирит, опять же, на дополнительной контроле дэмэдж впоследствии. Посмотрим. Но пока мне очень нравится то, что делают IG по вопросу именно того, как у них появляются артефакты и выбор позиционки в тимфайтах. Они явно намного больше имеют ресурсов для этого. А позиционка в начальных тимфайтах намного-намного важнее, чем дальше. Вичи Гейминг заходит на ботом. Тиродин попробует снести. Или что они будут делать? В свою очередь, контур смог от IG. Скан знают, что IG нет в лесах, но IG собираются атаковать. Кого видят? Они кого уже не видят. Тут слишком аккуратные Вичи Гейминг оказались. Ну, абсолютно верно. Они не видят ни одного из героев IG. При этом они вышли пушить вышку. И логично, что IG попробуют контратаковать. Ну, или хотя бы как-то ее защитить. Ну, Вичи Гейминг играет по IG-шному. Можно так это назвать. Очень аккуратно, спокойно. Опять же, они понимают, что влезать в массовые драки сейчас вообще не вариант. Нужно подождать. У противника есть скала, у противника есть эпицентр. Это слишком много. Эти два ульта, контрат, половина вещей, что есть у Вичи Гейминг сверху всего. Это вот два блинка плюс Найтник Шторм. Я уже говорил. Очень-очень серьезно бафают этих парней. Нужно быть очень и очень аккуратными. Инвиктус Гейминг, точнее Вичи Гейминг пока что на этой стадии. Пока у них еще не оброс артефактами Террор Блэйд. Смотри, вот опасно сейчас стоит IG. То есть сзади есть Шрайн, на котором можно тп-шнуться. Но они не боятся. Они не боятся ничего. Плюс поставили Вижен, ясное дело. Если Вичи Гейминг сюда придут, они не придут. Я бы на их месте выбирал бы сплит-пуш, но они хотят защитить Тавар. Я не думаю, что они хотят влезать в файт. Они просто, скорее всего, захотят отбросить противника назад на несколько метров. У них, конечно, такой пик, три мощных стана. Ты в кого не варвесь, ты получаешь сверху либо Голема, либо Сенкинга, либо Слордара. И, скорее всего, двух из трех этих героев. А то и всех трех, если ты нападаешь на Медведя. Слишком хороший начал для Слордара. Нельзя было его отпускать, согласись. Ну, как-то вообще непонятно, как он выформил. Он выформил Блинк минуты на три раньше, чем Сенкинг. Хотя Сенкинг играет в его же команде на более выгодной позиции. Потому что он его отдал. Он специально отдал СК в самом начале игры, чтобы выформить быстрее. Я уверен, что это стратегия Слордара. Он говорит, о, минус Бэтрайдер, постою на его линии и подфармлюсь. Бэтрайдер, отправляйся в лес. Хитрей Бабока. Точнее, не Бэтрайдер, прошу прощения, СК. Отправляйся в лес, гуляй. Бладстоун появляется у Шторма. На девятнадцать с небольшим. Не сказать, что прям супербыстро, но более-менее. Легионка фармит себе после Армлета Блинк. Террор Блейд хочет зафармить БКБ. Варлок Мидас, чтобы тоже набирать свои арты. А то Слардар вроде как и Сенкинг имеют очень много. Правда, Слардар сейчас может и остановиться. И уже остановился. Он купил себе Блинк. И Сенкинг, как мы видим, в целом его обгоняет. Забрали Легионку у нас. Тут она вышла забрать руну, но это, конечно... Было ошибкой. Причем она даже забрала руну, судя по всему. Ну, разменные спокойно играют. Бернинг и его команда понимают, что они лидируют. Но это не дает им оснований на то, чтобы постоянно что-то инициировать. Поэтому они просто подпушивают ботом и снова заходят сюда. И это будет повторение двухминутной давности. Классический IG. Вот сейчас мы посмотрим, как Вичи дефят. И как IG решают проблему с тем, что на ХГ тяжело зайти. Так, Иран. Инициация в Бобоку. Это минус Бобока 100%. Вопрос только в том, что будет с ХВМ. Он выживет. Сенкинг раскастовывает эпицентр Сенкинг, но понимает, что лучше не атаковать. Блинка нету. Сбили. Ему сбили Блинк. Лол. Свап. Вот это провал. Свап Сенкинг, чтобы дать стан. Дает стан. Сенкинг уходит. Поздно просветка. Сэвэдж Рор тоже ни по кому не попадает. Нет, он попадает по Легионке. Она, соответственно, не смогла сразу же инициировать ВИЧае. Или X-XS. Монолик. И X-XS получает дуэль и отдает дополнительный урон Легионке. Ну, кто бы сейчас не сбил этот блинк Сенкингу, он сделал все очень-очень круто. Хотя, на мой взгляд, Сенкингу все равно не стоило врываться. Там команда была так далеко. И ему настолько неприятно было заходить с этой сгорки спускаться. Тем не менее, все равно его забрали. Замечу то, что у Легионки всего лишь 24 дэмэджа за 21 минуту. Это не тот объем, который хотела бы иметь Legion Commander. Да, сейчас с новым талантом на 25-м она там может лутать очень большой объем дэмэджа. Но к Лейтуу это не так критично. Это герой на мидгейм. Это герой на сноубол. И пока она этот сноубол не получает. У нее 5800 голды. У Котла больше, чем у нее, понимаешь? У нее ни дэмэджа, ни фарма. Эта девчонка сейчас совершенно бесполезна. Ну, будет пытаться каким-то образом заработать свой урон. Пока что, конечно, немного, но хотя бы не отдает сопернику. В перспективе, опять же, в любой момент Легионка может начать набирать очень мощно. Тем более, как ты сказал, с вот этим дополнительным талантом. Поэтому со счетов списывать ее нельзя. Не, ну, ее невозможно... Никого нельзя списывать со счетов, покуда игра не закончена. Но в общем и целом, в данный момент она является аутсайдером всего этого противостояния. Просто Легионка на миде, но она априори не может вот так вот быстро идти, набирать свой урон. Потому что это соло-мид герои. Ты не можешь рисковать постоянно соло-мид героем куда-то врываться. Иногда получается. Но зачастую оффлейновая Легионка, она в этом плане поэффективнее. Потому что у тебя есть мидер, у тебя есть кэри. Они играют более сейфово. Ты врываешься, ты нападаешь, ты получаешь урон. Тебя после этого убивают. Для соло-мид позиции это не всегда возможно. Просто первым артефактом армлет иметь. Ты просто понимаешь, как это выглядит сейчас. Ну, это стандарт китайский. У твоей команды есть только один блингдаггер на всю команду. Все остальные тиммейты твои не помогают добегать до оппонента, не считая, возможно, свапа, который обычно сейвит на подсейф. И оставляет, точнее, на подсейф. И Легионкомандер с этим армлетом просто ни до кого не добегает. Проблема, скорее, не в том, что у нее армлет, а в том, что у нее этот армлет слишком поздно. В момент, когда должно было быть уже гораздо больше. Ну, это тоже. Кроме этого, она тупо не фармит. То есть у тебя, как у Легионкомандера, если на линии не получается, ты вся можешь идти в лес. И да, вы скажете, может быть, этот лес у нее забрал там Бэтрайдер, Террор Блэйд. Но это никаким образом ее не оправдывает. Она просто сейчас не может выформиться. И она не находит никаких киллов. Это 12-8, в котором на самом деле у Инвиктус Гейминг все получается намного лучше. Пока что. Да, у Легионки действительно проблемы. Под нее нету берста того самого, если не считать ТБ. Так, а тут Медведь с Мьёльером. Вот так как хватает обычно, если он так может взять. Выпускают Мишко. Сейчас будет... Ага, Террор Блэйд прилетел. Получился Вэтрор. Бэтрайдер потянул Бёрнинга. Влетает Шторм. Бёрнинг. Отличный стан от Сенкинга. Бёрнинг. Куда-то его... Я даже не вижу, где он находится. Пошла дуэль. ООП остается без маны. ООП погибает. Теряет Аегис. Тем временем забрали Варлока. Сенкинг. Раскастовывает свой эпицентр. Энд прожимает БКБ. Очень вовремя забирают Вингу. Сенкинг также погибает. У него опять нету маны. ООП вернулся сюда. Опять на нем монолик. Опять он теряет всю ману. Его отбрасывает. Он получает стан. ООП без маны погибает. Легионка дает пресс за атаку себе для того, чтобы выжить. Это минус 3. И минус Аегис в исполнении Вичи Гейминг. Отдали Бэтрайдера и Вингу. Да, эти монолики, я вам скажу. Просто сумасшедшая вещь. Полностью законтренный штурм спирит в этом тифайте, который не смог вынести никакого практически дамажа. А выиграла легионка дуэль. Вот в чем вопрос. Она выиграла дуэль. Она пошла, просто нашла Варлока на лоу-граунде. Отличная цель. Это был персонаж, который уже не нужен. Он ничего уже не сделал. То есть накидал все свои спилы. И Варлок мог погибать и так. Сам от кого-нибудь случайно. Но Лижн Командер из-за того, что она не может выбрать себе позиционку, она просто берет ближайшую цель, доходит до нее на ногах, на фейзах точнее. И все. И делает дуэль. А так бы она могла попробовать законтрить хоть кого-нибудь. Но опять же по шторму мы видели, контроля хватило про за счет Монолика. Но в будущем этого просто не произойдет. Очень хорошая инициация от Янга в очередной раз. Он вытащил очень далеко Бернинга. Пришлось как-то оббегать эту горку IG, менять позицию. В то время как ТБ просто стоял там и наяривал. Он все видел. Он видел, когда Санкинг раскастовывается и заранее прожал БКБ. Очень хорошая игра от оффлейнера Вичи Гейминг. Вообще я бы сказал, что пока что он свою команду тащит. Если вспомнить опять же его игру на Магнусе. Если вспомнить прошлую игру. И сейчас он тоже оправдывает. Хотя в целом все равно мы видим, что Invictus Gaming продолжают играть первым номером. Да, они чувствуют себя замечательно. Но вот этот димфайт, конечно, привел их немного в замешательство. Потому что явно они выбрали не самую лучшую позицию для атаки. Не самый лучший момент. И Лондровид и компания просто пойдут сейчас носить ТОП ТАВР. Что-то меня подлагивает немножечко. Да, ну как бы... В Китае, да, я понимаю. С этим ничего не поделать. Да, сохраняют преимущество IG. Просто обрастают ВГ артами. И плюс ко всему обрастает Легионка уроном дополнительным. ВГ сейчас сами выходят в смоках. Прочитают ли это Invictus Gaming, Сэн Кинг. Сэн Кинга хочется забрать. Сэн Кинга видят Легионка. Вот он, Блинк, друзья. Вот как работает Блинк на Легионке. Оказывается, нормальная тема, мне рассказывали. И вот они дуэли уже по важным целям. Ну теперь да. Теперь уже 52 урона. Уже не так уж и мало. И это все еще умножается, заметьте, в Vengeful Spirit. То есть, чем больше у тебя урона, тем лучше работает пассивка Венгей под ней. Нет, она не работает. Это зеленый. А, это зеленый. Прошу прощения. Да, это мой углер. Было бы слишком жестко, на самом деле. Учитывая, что вот такая Легионка, она даже не в каких-то там единичных играх. А в принципе, если игра затянется, она вполне себе может сделать 800 урона за счет своего таланта. Ну и там и больше, и больше, и больше. Ее только Блэйдмейлом можно законтрить впоследствии. И, кстати, самой бы он не помешал Блэйда. Вичи Гейминг заходит на хайграунд, сносят тер 3 и готовы сносить вышки. И вот этот выход, казалось бы, такой разовый, он приносит им очень много. Они сейчас снесли тер 3, они забрали еще один фраг. У них уже действительно много артов. После БКБ на террорблэйде он перестал бояться заходить в драки. И сейчас он собирает себе еще больше плотности. Ну, теперь вот все действительно печально у IG. Они не смогут так играть и сидеть до бесконечности. У них совсем другие герои. Здесь Коттл с Аганимом и Гемом. Он возьмет карту под свой контроль. Плюс есть активные герои у Вичи, они могут ловить героев IG. И IG самим нужно тоже контратаковать, навязывать драки. Бернинг. Бернинг и компания заходят к врагам. Но Вичи Гейминг демонстрирует уже не в первый раз отличное чтение игры. Прячется на хайграунде у себя. Линкен сфера появляется у Шторма. Вот это как раз защита от всех точечных спылов, в том числе от Монолика. Монолик, конечно, ему сильно мешает. Но здесь на самом деле вот всякие Монолики и прочее. То, что не работает через Блок Кингбарр. Нужно контрить прежде всего БКБ будет. Я думаю, что Шторм впоследствии может его приобрести. Но пока статы и ману. Шикарный закуп на андроиде. Может стоять просто и бить, ничего особо не бояться. У него Линка вместе с Меланирым и Драгонлэйдсом. Естественно, получит себе еще левел будет еще лучше. Варлок. И плюс демэж потом сверху соберет. Он, скорее всего, в Дейдаус выйдет. Он любитель у нас выходить в Дейдаус, как мы видели по вчерашнему дню. В Бернинг УКД такие вещи делают. Ну и вот он выход от ВИЧ-гейминг. Бэтрайдер на позиции с геймом. Летит, ничего не боится. Прыгает дальше Янг. Никого не находит и отступает. Спокойно. Игра у нас немножко пассивнее стала. Никто особо не хочет инициировать. Все хотят подфармить. Это китайцы. У них игра делится на определенные фазы. Надо сейчас подраться, потом пофармить, потом опять подраться, потом опять пофармить. И если что-то такое критическое у них не происходит, то они исполняют этот план в идеале. Ну, драться зачастую вот так лоб в лоб, это такой небольшой риск. То есть тяжело предсказать, что будет. И они пытаются зайти вот именно с наиболее выгодной позиции, где-то там со спины. Естественно, получается это далеко не все. Со всеми ультами всегда, всегда под смоком. Вот эта вот идеалистичность. Всех этих забегов от Вичи Гейминг и от IG. Вообще имеются шрайны. Их надо снести, потому что тир-тревышку в Вичи Гейминг убили. Неплохо было бы зайти на них. Возможно, даже под смоком кого-то убить одного, допустим. Не дать IG защищать эти шрайны. И мало того, чтобы получить побольше контроля над картой. Потому что сейчас, например, с виженом проблема имеется, что в Вичи Гейминг, что IG. Но IG находится в позиции догоняющих. Ну, не то что догоняющих, в смысле. Вичи получили достаточно хороший камбэк, я бы сказал так. То есть, если сначала у нас IG давили, и прям Вичи тяжело было обороняться, то сейчас Вичи никуда не торопясь обороняются. Мы видим, что нетворсы им позволяют играть достаточно спокойно. Даже вот небольшой фраг, в отличие этой игры от многих, он гораздо ценнее. Потому что здесь есть легион-коммандер. И даже фраг на каком-то жалком суппорте, если это выигранная дуэль, это достаточно много. Урон на дороге не валяется. Бесплатный. Пошел скан. Видит, что никого здесь нету. Батрайдер летит дальше. Он хочет найти хоть кого-нибудь. Но страшно спускаться с горки. Все хотят подраться на горке, на святыне. Прямо вот как в прошлой игре, чтобы закончилось. Чтобы соперник на тебя побежал на эту горку и умер. Ну, конечно, так можно долго достаточно ждать. Что у нас с партефактом вообще, парней? Что там у Террор Блейда появилось? Так, Террор. Манта, Скади, БКБ от Драгон Лэнс. Ори в виде Legion Commander все еще носится только с Блинком и Армлетом. Очень серьезные проблемы по фарму у Legion Commander. Т10, соответственно, с Аганимом, как обычно, уже получил. Плюс Форстаф сейчас появляется у котла. Два Форстафа имеются в составе у Ижи Геймера. Сверху заходят IG. Выбирают позицию. Сенкинг первый получает дуэль моментально. Нужно контролить легионку. Контролит ее. Плюс демэдж для Сенкинга. Тем же временем HYM, а также забирают. Это два в ноль. Идд. Проседает. Пытается использовать Сандер, но не может. Шторм бесконечно летает. Не смогли его законтролить. Поймали DDC. DDC убили. И остается только Бэтрайдер. И все это происходит прямо под базой команды Вичи Гейминг. Единственное плюс для них то, что линия отпушена. И сейчас у них будет время восстановиться. Котл успеет треснуться, накидать своих иллюминейтов. Смотрим файт рекап. Да, лон друид. Шесть тысяч урона. Из-под такого демэджа вообще никто не выходит. Мы видели только что. Что Винга сделала, например, в этом файте? Буквально ничего. Она успела кинуть в террор. Ее просто развоплотили за одну секунду. От нее ожидали под сейв. Да, это должно было быть. Либо свап на оппонента, либо свап на своего тиммейта, которого зафокустили. Terrorblade не успевает поражать свап, потому что OP исполняется очень классно на ладнингболе. Хотя рядом были еще оппоненты, которых можно было тоже пересвапать. Но они были, видимо, не идеальным таргетом для террора. Но и Вичи Гейминг проигрывает в этом тимфайте. И это уже серьезный задел на победу для IG. Они забрали сейчас Аегис и могут совершенно спокойно попробовать зайти на хайграунд. Но мы все прекрасно понимаем, что такое заходы на хайграунд против котла. Ну да, тем более они сейчас потратили голема. Но все-таки, какая команда это бы сейчас не была, вряд ли бы они стали заходить. Нужно подождать немного. Немного подождать. Да, немножко вопрос к Легионке с ее вот таким вот врывом авантюрным на Сен Кинга без БКБ. Ее просто разорвали. Это минус Коргерой. Энда там размикли лоупи и слишком хорошо все получилось. Нужно, конечно, Легионке, если уж она врывается, то врываться в БКБ. И желательно не в Сен Кинга. Даже если ты залетаешь в Сен Кинга, есть еще сверху Слардер, есть големы. Идеальную целью, наверное, является скорее Варлок. Он наиболее хлипкий. Да, и преимущество разорвать. Да, вот оно приехало. Сколько это уже? 14 тысяч практически, может быть, 13 тысяч перефарма со стороны IG. По опыту. По золоту поменьше. Десяточка. Окей, я просто думал, что, как обычно, первым нам вынесут золото. Ну и у Легионки все еще проблемы с фармом, все еще проблемы с артефактами. То есть она, как мы видели в предыдущей инициации, она влетает, дает дуэль, до свидания. Контратака от Вичи Гейминга. Если никакого пассейва нет. Попробую сейчас инициировать и спот Бэтрайдера, и Легион Командора, у которых обык есть. Все, увидел. Увидел Медведь, все. Занимают позицию. Бэтрайдер. Опять на Сен Кинга. Да что ж такое? За что вы так? Так, XXS и не любите. Залетает Шторм. XXS все еще жив. Заходит Медведь, пытаются убить XXS. XXS погибает. Дуэль на Кью. И дуэль не выигрывается. Падает Легион Командор. Также Котл погиб. Залетает Слардер. Шикарный стан. HY Моминусует. Остается Террор Блейд. Террор Блейд получает Сайланс. Террор Блейд погибает. Окей, парни. У нас есть двойной Шторм Спирит Аегис, поэтому мы просто пойдем против него драться. Какой в этом был смысл сейчас? Ну мало того, ладно, окей, приняли решение инициировать, надеялись на хорошую позиционку, что с ними все будет в порядке. Но вместо этого Легион Командор влетает в Варлок, у которого нету голема, у него кулдаун. Он бесполезен и бессмысленен в этом тимфайте вообще. Он уже раздал свои банды, шаду в Варды. Все, до свидания. Нет, она влетает в него на совершенно другом конце земли, в котором никто ей помочь не может. Бэтрайдер пытается зафокусить СК, у которого Еул. Честно говоря, вообще непонятно, а в кого было врываться? У Шторма Аегис. Так не надо было врываться тут. Варлок без големов. И самое главное, Бернинг успел спалить своим медведям и заняли очень хорошую позицию. Потому что в Firefly видно, когда даже соперник находится в смоках. Ну здесь, в принципе, это 1-1. Да, это 1-1, скорее всего. Ну пока что еще подтянут, но посмотрим. Да, вот это действие, конечно. Но с появлением линки на медведей и линки на Шторме в них очень сложно врываться. Я уже говорил о том, что сбивать реально практически нечем. Но, ну, то же самое Юул, например, есть сейчас у Янга. Можно Юулом сбивать, потом, соответственно, лассосировать и форстафить. И пытаться вынести вне позиции Лоун Друида. Потому что Лоун Друид вносит сейчас больше всех дэмэджов. Даже не больше всех дэмэджов. Он один вносит весь дэмэдж за всю команду. Так и должно быть. И он просто тупо редкликает. Но я имею в виду, у тебя есть эпицентры, у тебя есть големы, у тебя есть Шторм Спирит. Так, сейчас опасный момент. Стоят на горочке у нас на Виктус Гейминг. Выбирают, да, используют смоук. Попытаются, может быть, даже где-то рискнуть. Ну, на рампу не пойдут. Может быть, попытаются кого-то поймать в лесах. Да, боль, конечно. Ну, тяжело с этим Лоун Друидом. Он с Дейдалусом. Там, насколько я видел, нету никакого эвейджена. Я бы просто впихал бы в него все, что у меня есть. Он слишком далеко стоит. Я, конечно, может быть, совершенно откровенный дебил с точки зрения доты. Потому что я не комментирую, я уже очень долго. Но серьезно, что вообще происходит? Бёрнинг на протяжении двух файтов не получает вообще никакого дэмэджа. И тупо вносит лица. Ну, а, Дим, как вот сделать? Когда бежит вся команда, он бежит последним. В первой драке просто сами айджины подали. Во второй нападали Вичи, но он был очень далеко. Но до него просто не добраться. В первой драке, вспомни, все началось в дуэль Легионки. Она сама врывается с блинка. Она видит позиционку. Она сама врывается с блинка. В кого? Я даже не помню. По-моему, Сэн Кингом. Окей, но с Эн Кингом окей. Но дальше она просто фокусит Варлоку, у которого нету голема. Понимаешь? Зачем? Кому этот Варлок остался? Это кусок мяса без голема. Он уже отдал свои банды. Как только увидел там Бэтрайдера, все. Чего ты его убиваешь? Ты на него время тратишь, покуда твоя команда просто получает по щам всей тимой. До Лондруида просто не добраться было. Варлок — это была единственная цель. В таком случае зачем инициировать, если ты не можешь добраться до этого лона? Ну, вот так вот. Инициировали в Сэн Кингап до этого еще. Бэтрайдер влетает в Сэн Кингап, тут юлит себя. До свидания, Бэтрайдер. Бэтрайдер просто живет. И совершенно спокойно дальше подкапывает, занимается чем угодно. У вас нет диффузов, чтобы снять юла? Окей. Я понимаю, что это тяжело осознать, но в доте так бывает, что когда ты зашел в драку, тебе уже просто так не выйти. Согласен, согласен. Но может быть само по себе решение именно идти куда-то против Аегисного Штормспирита. Возможно, что Вич и Гейминг хотели отыграть преимущество, но у них все еще есть достаточно хороший объем дефенса хайграунда. У них есть котел, у них есть лего, много от спама. Сиди себе на ХГ, жди, когда Аегис закончится, потом попробуй что-то сделать. Это вот как раз к тому, насколько сильно различается игра IG с котлом и вот такой вот в дефенсном стиле, и игра Вич и Гейминг. Насколько терпеливее были IG. Они тоже не вытерпели, в конце ломанулись, но как было много у них терпения, когда они оборонялись. Они себе таких вылазок, ну, практически не позволяли. У них где-то там гулял бабока один. Так, вот сейчас Шторм может залететь. Да, находит Вингу, сбивают ей рекол. Вингу забрали. Ну, пока еще нет, но ее просто продадут. Да, Лондруид по 800 криты. Ну, под минус армором, конечно, там больно. Очень больно. Это ад. Это кромешный ад, из которого Вич и Гейминг будет практически невозможно выбраться сейчас. И вот опять же, вместо того, чтобы лезть куда-то на рампу, пытаться именно штурмовать здание, Invictus Gaming вместо этого ищут героев, бегают и фармят. Вот мне их стиль гораздо больше нравится. Проблема, конечно, в том, что они очень часто начало проигрывают и начинают дефиться, потому что по-другому никак. Но вот когда они атакуют, они выглядят изумительно. Это просто великолепная команда. Прям вот все так, как и должно быть. И, честно говоря, камбэкнуть Вич и Гейминг здесь будет очень-очень тяжело. Так, вот сейчас... Они как дисциплинированы в защите, так и дисциплинированы и в атаке, согласись. Шторм залетает. На полный радиус разводят на БКБ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нет! Ну, там не было Лондруид Реда. Главный ДПСер в команде просто отсутствовал, потому что, ну, ясное дело, что Бернинг как бы не обладал сумасшедшей скоростью бега, он все равно не может перегнать Лайкинг Болл от ОПИ. Но Шторм уже в БКБшку убивает Легиона. Легионку. Ну, он постепенно обзаведется еще большим количеством дэмэдж айтемов. То есть он выйдет в Баторн, и это будет лютая дичь. Да, пока что Шторм только набрал себе статы, и он еще станет сильнее. Ну, как теперь Бернинга убивать? Они добились того, что у Бернинга 27 тысяч, и он просто неубиваемый парниша. У него Сатани, Клинка. Да, а к нему даже подойти не могут. Так его даже не пытаются фокусить, они уже забили на него. А если ты забиваешь на челика, который сносит два удара половину хп мидера, то все, тут уже ничего не сделаешь. Нужно разводить руками. Нужно Вичи Гейминг сейчас очень хорошо обороняться и попытаться впоследствии, не знаю, ну, смог вылазку сделать. Но мы смотрим на варды, мы видим варды, какие поставили Инвиктус Гейминг. Один вард на верхнюю линию, один на нижнюю. Центр они там плюс-минус все время контролят. Выйти нереально, несмотря на то, что у них Котл с Гемом. Вот сейчас вот выбрались как-то. А дальше страшно, дальше ничего не видно. Это еще день, и у Котла есть обзор. Что ж, друзья, кто там проснулся постепенно, я не смеюсь, что Центральная Россия просыпается уже достаточно много времени, там 12 с лишним. Я понимаю, что сейчас будний день, многие там вынуждены ходить в школу, в университет, на работу. Но в любом случае, не забывайте, точнее, если вы только присоединились, мы комментируем китайские квалификации. Это последний матч китайской квалификации. Best of 3, IG против Вичи. И если вам нравится китайская Dota, то обязательно оставайтесь и посоветуйте своим друзьям тоже посмотреть, потому что это решает историю. Кто поедет на киевский мейджор и попробует завоевать те самые бабки, которые там платят? Ну, защитить честь Китая, можно сказать, одной из команд. Потому что я не исключаю, что команды, которые прошли квалификацию, они могут выступить даже лучше, чем те, которые были приглашены. Ну, например, история CDAC. Да. Ну, я имею в виду. Как в других CDAC, не тех, что сейчас. Да, которые заняли второе место. Но тогда как-то получалось, что там ничего не предвещало еще беды, и вроде как команды смотрели сильно. А сейчас действительно в Китае зачастую команды, которые являются общепризнанными грандами, они показывают не самую лучшую доту с точки зрения тех, кто вот занимает вот такие позиции на квалификациях. То есть там любая команда может, в общем, очень хорошо выступить. Я вот к чему. Тяжко. Отходит Vichy Gaming. Ну, тяжело. Ну, вот просто они сами хотят очень напасть, потому что сидеть на базе не вариант. Но напасть на IG тяжко, потому что IG все прекрасно видит. А IG просто сидят и ждут Рошана, я так понимаю. Они вообще ничего не хотят делать. Я думаю, что они даже больше ждут ночи, потому что без ночи здесь ворваться тяжело. Из-за котла, который все видит. То есть у тебя Сенкинг, у тебя Слардер, но они не могут как-то зайти сбоку, потому что есть котл. Только если в смоках. Ну и Блаторн уже, Шторм Спирит, может совсем-совсем скоро приобретать. Просто сайвит на байбэк еще. Что касается... Вообще откройте айтемы, пока все равно ничего не происходит. Что там у нас? Давайте по IG пройдемся. Ну, с Бернингом понятно. Мы уже говорили, Сатаник с Доедаулсом. Последними артефактами залетели. У Кью... Что это вообще? Это Лотус Орб в будущем появится у Варлока? Против Лассо там очень неплохо работает. Против Сандера. Возможно, будет ни Лассо сделать, ни дуэль нормальную. То есть 2 линки, Лотус Орб... 3 линки, прошу прощения. 3 линки, Лотус Орб. Это вообще как? Как это пробивать? Как это дизеблить? XXS надоело, потому что все время хотят убить, он купил линку. Но вообще, так вот между делом, дуэль работает в Лотус Орб в 2 раза эффективнее. То есть и в ту, и в другую сторону, если скастована. Потому что она действует, и она еще и отражается. И герой, который там... Если Легионка выиграет, то она дважды получает урон. Это такая... Такой уникальный в этом плане спелл. Но, тем не менее, есть Сандер еще. Есть Монолик, который можно будет снимать Лотус Орбом. Здесь он, безусловно, нужен. Вот она. Вылазка от Вичи Гейминг. Есть еще день. Они сейчас будут видеть... Бёрнинг! Можно напасть на Бёрнинга! Ой-ой-ой, какая ошибка! А ты знаешь, что он сделал? Он заиулился. Да. Он пытался... Ладно, сейчас посмотрим. HYM, до свидания. Просто Веншвул Спирит отлетает далеко и надолго. Сейчас в погоню за Вичи Гейминг полетят. Инвиктус... Или нет? Что они стоят? И просто решили забить на эту универсацию. Они не могут поверить своему счастью. Это был момент, когда Вичи должны были сделать камбэк, убив Лон Друида. Но вместо этого Бэтрайдер в БКБ сделал тройную тулуп. В воздухе. Красота просто. Ну, он пытался сбить Лингу, но вместо этого надол на себя. Такое случается в этом мире. Перенервничал Янг. Да, но решающая карта. Это очень-очень важно и все прекрасно понимают, что у парней сдают нервы. И ночь наступает. В этот самый момент. Прожата была, по-моему, метаморфоза. Отдали Вингу, отдает Рошана. Наступает ночь. Котл лишает своего преимущества дневного. Просто, как говорится, не забиваешь ты, забивают тебе. Вот что-то подобное. Сейчас сразу все несчастья. Ну, посмотрим, как IG будет это все реализовывать. Потому что на рампу все еще не просто заходить. У котла все еще работает постоянная вот эта вот гостформа, в которой он может... Да, но его просто возьмут и уничтожат, как только... Ну, то есть, OP может совершенно спокойно занимать практически любую позиционку. У него уже довольно много маны, регена, блатторн сверху всего этого. И... Он найдет котла и уничтожит его. Просто возьмет и сотрет порошок. То же самое касается Винги. Мы помним, что в предпредыдущем файте она даже свап прожать не успела. Она вообще ничего не успела нажать. Только VFTR и все. Заходят по миду, пропушили его. Теперь попроще будет зайти. Сверху сбивают Бернингу и Линку. Свапают Бернинга. Сайланс, дуэль в Бернинга. Залетают големы. Бернинга могут убить. Бернинга убивают. Ошибка от Гэри команды Invictus Gaming. Падает Бэтрайдер. Но забирают големов. OP пытается забрать Вингу. Залетает Сенкинг. Забрали Вингу. OP теряет Аегис. Использует Шрайн. Энда под ним не убить. OP будет отступать. Вот это Бернинг сейчас закинул. Вот это ровно то, о чем я говорил. Просто находишь Лондруида и до свидания дэмэдж. Ну то есть он, конечно, есть. Все еще имеется эпицентр. OP уже с Блаторным. Но в тот момент, когда был предыдущий файт, этого всего не было. И без Лондруида тяжело вносить дэмэдж. Говорит старая пословица. Если ты не идешь к Лондруиду, то он идет к тебе. Что делал Бернинг под этим лоуграундом? Совсем непонятно. OP врывается. Пытается убить ДДС. ДДС живет. Но идет за ним дальше. OP забирает следом. Атака на Энда. Неужели OP здесь так просто разберется? Забирает еще одного. А что нет-то? Вот это OP, конечно, раздал. Просто Лего ничего не может сделать. Она просто стоит и смотрит на своих тиммейтов, как они умирают. Такая, а, ну я вам хил, конечно, поддам. Но в общем и целом помочь я вам ничем не смогу. Потому что, ну, по КБ в откате, а артефактов остальных нету. То есть Блинг Даггер вместе с Армлетом. Ну, не засноуболивалось. Не засноуболивалось Лего. И поэтому как-то грустно это все стало. Да, зато начинает сноуболиться Шторм Спирит. И, по-моему, от него уже здесь даже побольше опасности исходит, учитывая его мобильность. Хотя основной урон, конечно, у Лондруида. Янг. В кого-то хочет залететь. ОП врывается. Лотусорп на него вешает. Получает стан. Врывается обратно. Тем временем потянули Бёрнинга. Пошла дуэль. Нужно забрать Медведя. Но он слишком жесткий. Он еще и в милишной форме. В милишной форме пробить его гораздо тяжелее. Вот он, вот он, метаморфусис. И Бёрнинг жить просто до самого конца пытается уйти. Тем временем HYM все-таки отдаст свою душу мстительную Бобока. Попытается отсюда уйти вместе с ОП. Эпицентр по энду вместе с Бороу Страйком. До свидания, Террор Блэйд. Нету выкупа. И это GG. Просто GG, друзья. Ну что ж, Вичи Гейминг проигрывает вторую игру. У нас все-таки будет полноценная Бестов 3 в гранд-финале. Точнее, в финале нижней сетки. Ну, можно сказать, что это своеобразный гранд-финал, так как у нас все-таки решается судьба последней квоты. Это последняя игра. Да, это вторая квота. Слот-финал. Или квот-финал. Как тебе больше нравится?